Суд на два месяца отправил за решетку 41-летнего Романа Полякова, который был за рулем автобуса, упавшего с обрыва под Новороссийском. Под стражу его взяли по ходатайству следствия после появления кадров момента ДТП с камеры регистратора. На съемке видно, внедорожник остановился и пропускает машины на встречке, чтобы совершить поворот налево. Автобус не тормозил и снес иномарку, в которой находилось 6 челябинцев, после чего транспорт пробивает ограждение и падает с обрыва. В салоне было 42 человека, среди них двое южноуральцев. Когда упали, нашли свет, фонарики, пытались как-то выбраться, нашли аварийную дверь. Я сидел как раз напротив центральной двери, но меня перевернуло вверх ногами. Помогли тоже выбраться мужчины. Уже подошли люди, начали вытаскивать нас. И вот накануне стало известно, что 4-летняя дочь погибшей челябинки, которая находилась в коме, скончалась. Девочка была под аппаратом искусственной вентиляции легких. В момент аварии мать собой закрыла дочь, которая сидела у нее на коленях. Четверо суток врачи боролись за жизнь малышки, но спасти не смогли. Также в аварии погибли 16-летний мальчик и 9-летняя девочка, дети водителя, внедорожника. Сам 44-летний шофер и его 43-летняя супруга выжили. 42 человека из автобуса были госпитализированы. Водитель Роман Поляков свою вину в произошедшем отрицает. Еще находясь в больнице, он говорил, что не понял, как очутился в пропасти. 41-летнему водителю автобуса грозит до 7 лет лишения свободы.